Глубок уважаемый Вадим Фёчек, глубок уважаемые коллеги, за сегодняшние 20 минут мы постараемся отметить те препараты и те режимы, которые зарегистрированы не только в FDA, но и присутствуют в государственном реестре лекарственных средств, то есть зарегистрированы территорией Российской Федерации. Хотелось бы сказать, что не один год, как этот, богат столь большими изменениями, которые повлияют на нашу рутинную клиническую практику. Презентацию, пожалуйста. И с момента того, как была выполнена первая авария октомии, прошло более 120 лет. И с этого момента открытие новой мишени сопровождалось появлением, соответственно, новых противоопухолевых лекарственных препаратов. В 1977 году стали известны рецепторы эстрогенов, и чуть позже FDA зарегистрировал тамоксифен. В 1987 году был открыт рецептор HER2, и чуть позже в нашей клинической практике появился первый таргетный или второй после тамоксифена таргетный препарат, который изменил биологию хердопозитивного рака молочной железы. Итак, каждое последующее десятилетие, если мы говорим о прошлом веке, связанное с появлением новой группы цитостатиков, а наше столетие, оно просто по спирали, и все выше и выше, буквально чуть ли не со скоростью, то есть с космической скоростью мы углубляемся в молекулярную генетику, что позволяет нам глубже понимать процессы резистентности, процессов, что важно в понимании, почему ряд пациентов, хотя, казалось бы, с одним и тем же, с одной и той же опухоль, с одной и той же историей болезни отвечают по-разному. Принципы терапии рака молочной железы – это, конечно же, мультидисциплинарный подход, комплексный пациент, центрированный, проблемно ориентированный, прецизионный. В центре нашей команды сейчас пациент, пациент больше не пассивный пассажир, а активный водитель, и вот данный подход позволяет именно делать все возможное, чтобы мы правильному пациенту в правильное время назначали правильный препарат. Идеология мультидисциплинарного подхода прозвучала на АСКО в этом году и следующим образом. Если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Это очень важно, когда в одной команде работают и молекулярные генетики, и патологи, хирурги, клинические онкологи, специалисты лучевой диагностики, радиотерапевты. И основная парадигма сегодняшнего влечения, особенно это касается вопросов метастатического рака молочной железы, это выполнение ребиопсии. И все наши презентации так или иначе сопровождаются голосованием. Я попрошу войти в любой ресурс. И у нас можно на экране как-то вывести вот это моби-воут, что нужно набрать, потому что нам все равно это пригодится тем, кто нас слушает, и те, кто нас слышат, и те, кто будут слушать, чтобы мы могли проголосовать. Так, ну вот смотрите, вопрос, который крайне важен. Ребиопсия проводится после обнаружения первого метастаза, если это осуществимо на момент рецидива. Ваши варианты ответа всегда, часто, очень редко не выполняется. А, значит, как вариант, чтобы проголосовать, надо войти в ресурс mobi.vot. У нас это кто? Те, кто у нас зарегистрировался, могут проголосовать сейчас? У них на экране видят, да? Ну вот, по крайней мере, если сейчас все нас, те, кто смотрят, проголосовали, то подход к выполнению ребиопсии, если это касается обнаружения первого метастаза, или на момент рецидива крайне важен, и он подтверждается рекомендациями существующими. Так, у нас сейчас на сайт выведись, да, рекомендации ABC, NCCN, ASCO, которые четко утверждают, что биопсия требуется на момент первого рецидива опухоли. Это связано по многим причинам. Это и объяснением, это касается не только рака молочной железы, но и различных солидных опухолей. Это может быть и полиоклональная теория, это может быть теорией того, что в ряде случаев это первичная множественность опухолевых заболеваний, изменения, связанные с процессом подготовки к патоморфологическому исследованию. Поэтому обязательно инверсия самого рецепторного статуса с положительного рецепторного статуса на отрицательный. То же самое касается как рецепторов эстрогенов, так и хердопозитивного рака. Поэтому мы знаем четко, что у нас есть как минимум 4 биологических потипа. Сегодня мы поговорим об основных тех изменениях, которые колоссально повлияют на нашу клиническую практику. Сейчас все очень быстро происходит. Появляется в государственном реестре лекарственных средств препарат. Затем он появляется в наших клинических рекомендациях. После этого важные два процесса – это появление препаратов ЖНВЛП. И также мы обязательно финансирование, финансовая составляющая – это списки в клинико-статистических группах. Поэтому все препараты, о которых мы поговорим, это либо они уже вошли. То есть они все будут зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств. И большинство препаратов на пороге уже появления в нашей клинико-статистических группах. И если мы говорим о HER2-позитивном раке молочной железы, то анти-HER2-терапии, биологически направленная терапия, тростозумаб, пертозумаб, иммуноконьюгат, соответственно, тростозумаб, метанзин, изменили биологию опухоли, более 50% больных в первой линии переживают пятилетний рубеж. Тогда как 20 лет назад на первая моя настольная книга химиотерапии звучала, что пациенты рака молочной железы с метастазами в печени не переживают и 6 месяцев. Биология опухоли изменилась колоссально. И если мы говорим уже, вот Владимир Федорович сказал, что сначала препараты изучаются в метастатике, затем они перекочевывают вне адюванта, затем и в адювант, потому что основная цель лечения больных ранними стадиями рака молочной железы – исцеление. И мы должны максимально использовать наиболее эффективные препараты именно на этапе адювантной терапии. И в течение 10 лет после окончания терапии у пациентов прогрессируют заболевания или пациенты погибают по причине прогрессирования заболевания до третьей. И поэтому мы должны четко понимать, какая группа наиболее уязвима в данном отношении. И, конечно же, это пациенты с пораженным статусом лимфатических узлов и пациенты на ядре опухоли, на опухолевых клеток которых на ядре есть, отсутствуют рецепторы эстрогенов. Основными выводами, и они уже не подлежат сомнению, что пациентки, все больные хердопозитивным раком молочной железы, за исключением маленьких опухолей, нуждаются в проведении адювантной химиотерапии тростузумабом в комбинации пертузумабом, если требуется эскалация для пациентов группы неблагоприятного прогноза, которыми являются, соответственно, пациенты, если мы говорим о двойной блокаде в адюванте, это группы высокого риска с отрицательным рецепторным статусом, позитивным статусом лимфатических узлов, пациентам, которые не проводилась неадювантная терапия. Но на самом деле самый потрясающий прогресс, что мы впервые понимаем, как лечить пациентов, или, по крайней мере, у нас есть доказательная база, пусть даже в ряде случаев не совсем совершенные исследования, но тем не менее, как лечить пациентов, у которых есть остаточная опухоль. И вот адювантная терапия пациентов с ранним хердопозитивным раком молочной железы, инвазивная остаточная опухоль, после неадювантной терапии, содержащей тростузумаб и токсаны. И у нас имеется регистрационное удостоверение препарата тростузумаб М-танзин, который назначается в дозе 3,6 мг внутривенно в первый день, один раз в три недели, 14 циклов, больным хердопозитивным раком молочной железы с инвазивной остаточной опухолью, после неадювантной терапии токсанами и тростузумабом. Уровень убедительности рекомендации, соответственно, достаточно высокий. И исследование, вот дизайн этого исследования Катрин, пациенты неадюванти получали антихердва терапию и тростузумаб в ряде случаев комбинации с перстузумабом. При остаточной резидуальной опухоли была рандомизация на два рукава, это либо тростузумаб в стандартных дозах, либо тростузумаб от митанзин, это иммуноконьюгат цитостатика митанзина, связанного мостиком-линкером с тростузумабом. Хотелось бы отметить, что до 20% пациентов неадюванти получали, в том числе и перстузумаб с тростузумабом. И тот результат, который достигнут, и он достаточно важен, что применение тростузумаба митанзина снижает риск развития рецидива на 50% по сравнению с тростузумабом при медиане наблюдения 41 месяц. Применение тростузумаба митанзина увеличивает выживаемость безинвазивного рака молочной железы с 77% в группе стандартного применения тростузумаба до 88% в группе тростузумаб митанзина. Это крайне важные цифры. Учитывая, что ежегодно рака молочной железы заболевает до 2 миллионов человек, то в Адюванте мы всегда оперируем цифрами до 5-10%, потому что это маленький срок наблюдения. Если мы здесь видим выигрыш выживаемости, то он крайне важен. По безопасности данная комбинация, те, кто многие из сидящих здесь в аудитории, наслышащих, знают, что такое тростузумаб митанзин. Как правило, в основном это гепатотоксичность, может быть некоторое влияние на тромбоцитарный росток. Но, тем не менее, небольшая вероятность периферической полинейропатии, тем не менее, препарат достаточно хорошо переносим для возможности назначения его в Адювантном режиме. Поэтому в настоящий момент выигрыш в 11% трехлетней выживаемости безинвазивного рака молочной железы позволяет нам говорить о новой оптимальной тактике лечения больных хердопозитивным раком молочной железы, имеющих резидуальную опухоль после проведенного неадювантного лечения. То есть те пациенты, которые в неадюванте получали тростузумаб или же тростузумаб в комбинации с пертозумабом, и у них осталась остаточная опухоль, эти пациенты нуждаются в эскалации с помощью тростузумаба мтанзина. Какие же у нас есть новые подходы? Теперь мы поговорим о метастатическом раке молочной железы. Если в прошлом году мы говорили, что для трижды негативного рака молочной железы иммунотерапия не имеет основания к назначению, то сегодня у нас такая возможность в нашем арсенале лечения есть. Если подумать, каков алгоритм лечения трижды негативного рака молочной железы метастатического, если перед нами первичный пациент, то мы должны прежде всего определить у этого пациента берсей-мутацию, вторым этапом определить ПДЛ-экспрессию в микроокружении, и если отсутствует и без всей мутации, и ПДЛ-экспрессия, которая наблюдается практически в 40% пациентов, то третий вариант, если вы посмотрите, я недаром представила этот алгоритм, то здесь в основном режимы... Это в основном в монорежиме. Да, действительно, сложно. Я сейчас... Да, при применении препаратов в монорежиме, потому что трижды негативный рак молочной железы это опухоль, которая великолепно отвечает на режимы и в монорежиме. И наше желание экскалировать двухкомпонентными режимами оправдано только при выраженном висцеральном кризисе, когда нам нужно достигнуть в кратчайшие сроки результатов. Но на любом режиме, будь то на поклитоксилкап, капицитабин, гемцитабин препараты, платин, мы увидим хороший эффект, но он будет кратковременным. И сейчас для такой иммунокомпетентной опухоли, как трижды негативный рак молочной железы, проводится достаточно много исследований, как в одеванте, так и в неодеванте. В основном комбинаторным партнёрам здесь может рассматриваться как гемцитабин, капицитабин, напоклитоксил, а ТД, даже для хердопозитивного рака молочной железы изучаются комбинации, соответственно, отезолизумаба с антихердовоотерапией. Поэтому, наверное, в следующем году мы будем говорить уже о регистрации не только для иммунотерапии метастатического рака молочной железы, но и уже для раннего рака молочной железы мы будем говорить о возможных применениях. Сегодня мы говорим в основном о тех показаниях, которые есть в нашем государственном реестре лекарственных средств, или вот-вот там появятся. Иммунотерапия при трижды негативном раке молочной железы предпосылка, конечно же. Есть то, что я говорила, вот до 30, а в ряде случаев, до 40% случаев ПДЛ-экспрессия выявлена при трижды негативном раке молочной железы. И очень важно, что ПДЛ-статус, при этом ПДЛ-экспрессия чаще выявляется в первичном очаге по отношению к метастатическому. Если нам нужно определять ПДЛ-экспрессию, брать ребиопсию, то по мнению авторов наиболее информативно в данном случае до 40%, откуда появились эти 40%, это именно в первичном очаге. Комбинация химиотерапии с анти-ПДЛ-ингибиторами, она оправдана, потому что снижается активность Т-регуляторных клеток, увеличивается презентация антигенов на опухолевых клетках. И исследование, которое было представлено хоть и в прошлом году, но в этом году мы получили уже регистрацию, и мы имеем возможность достаточно широко использовать отезолизумаб в нашей клинической практике в первой линии лечения больных с ПДЛ-экспрессией микроокружения напоклитоксела в комбинации с отезолизумабом. Данная комбинация, напоклитоксел как комбинаторный партнер выбран по той причине, что не требуется назначение дексаметазона, кортикостероида. И если посмотреть, соответственно, популяции и исследования в общей популяции и у пациентов с ПДЛ-экспрессией, то мы увидим, те пациенты, у которых есть ПДЛ-экспрессия, то комбинация отезолизумаба с напоклитокселом значила, повысила, увеличила показатели выживаемости без прогрессирования и также повлияла на показатели общей выживаемости, увеличив с 18 месяцев до 25 месяцев. А это, прежде всего, группа пациентов с крайне агрессивным течением. Но также надо отметить, что и на напоклитокселе, если вы посмотрите, в первой линии пациенты тоже дают ответ, а он назначался всего лишь в вонорежиме. Поэтому еще раз подчеркиваю, что три пути для лечения трижды негативного рака молочной железы это определение берсеймутации, если нам посчастливится клинические исследования или расширенный доступ, соответственно, ПДЛ-экспрессия, микроокружение напоклитоксел в комбинации с тезолизумабом. И третий вариант это назначение химиотерапии в монорежиме. И те пациенты, которые получали напоклитоксел в комбинации с тезолизумабом, ухарактеризовались более глубокими, более выраженными объективными ответами. И наиболее часто эти ответы мы видели у пациентов с висцеральными метастазами, крайне неблагоприятной подгруппой пациентов. И, конечно же, получавшие токсаны в анамнезе. Если мы говорим о токсичности, я сразу проговорю. У нас будет отдельный доклад, его представит Вероника Викторовна Клименко. Она нам проговорит о мониторинге, как наблюдать за пациентами. И хотелось бы отметить, что добавление кнапоклитоксел от тезолизумаба повлияло лишь на возможность появления иммуноопосредованных осложнений. Как за ними наблюдать и как их корректировать, Вероника Викторовна нам тоже скажет. Теперь поговорим о новых подходах в лекарственном лечении метастатического Берсия и позитивного рака молочной железы. У нас на пороге два препарата. Ну и, собственно, хотелось бы сразу сказать, что мутация Берсия-1 и Берсия-2, чаще всего мутация Берсия-2 все-таки наблюдаются у афроамериканцев, составляет до 25% в наследственном раке молочной железы, до 10% от всего рака молочной железы. Но если есть отягощенный наследственный анамнез, это не значит, что нет мутации. Они есть, но мы в 59% случаев о них не знаем. Что же нам дает определение статуса Берсия? Если до момента диагностики рака молочной железы, если мы говорим о первичной профилактике, то выполнение профилактической мастектомии и или аваректомии значимо практически сводит до 99% случаев полного излечения от рака молочной железы. Кроме того, профилактически назначаются такие препараты, снижающие риск заболеть такие как тамоксифен или жералоксифен, после диагностики рака молочной железы выполнение белатеральной мастектомии не влияет на общую выживаемость, но влияет на частоту, на возможность заболеть рака молочной железы в другой молочной железе. После диагностики рака для чего нам нужна помощь в планировании лечения, в понимании прогноза и новые опции лечения специфичны для пациентов с герминальной берсей-мутацией. Но сразу хочу сказать, что для пациентов именно трижды негативным раком молочной железы в неодеванте крайне важно назначение препаратов платины. Исследование, которое... Этот доклад был представлен на очередном конгрессе РОМ в сентябре этого года. Так вот, было показано, что включение карбоплотина в схеме неодевантной химиотерапии играет важную роль для больных трижды негативным раком молочной железы без мутации БРСЕ. А вот на первом слайде вы это видите. Но тогда как для пациентов с БРСЕ-мутацией, как с препаратами платины, так и без препаратов платины, мы видим очень высокий патоморфологический ответ, который, к сожалению, не коррелирует с увеличением безрецидивной и общей выживаемости. Что же мы имеем для метастатического рака молочной железы в нашей рутинной практике? Так, в настоящий момент FDA в прошлом году зарегистрировал два препарата Аллапариб и Таллзапариб. Исследование Амбраза, итоговые результаты которого будут скоро представлены, и назначение Таллзапариба после химиотерапии препаратами платины или многокомпонентных режимов химиотерапии у пациентов с БРСЕ-позитивным, распространенным раком молочной железы. И второе исследование брака, открыто рандомизированное исследование третьей фазы сравнения Таллзапариба и терапии по выбору лечащего врача у пациентов с БРСЕ-ассоциированным раком молочной железы, распространенным. Хотелось бы сказать, что в нашем клиническом центре, как и в ряде клинических центров, шел расширенный доступ по применению Таллзапариба у пациентов, являющихся носителями БРСЕ-мутации. Мы, соответственно, видели и наличие достаточно выраженного ответа, но в ряде случаев такой ответ коррелировал с выраженной гематологической токсичностью. Поэтому этот препарат также требует к себе прицельного назначения. И еще один препарат Таллзапариб, он тоже также скоро будет зарегистрирован в Российской Федерации. Это открыто рандомизированные исследования третьей фазы под аллапарибой терапией по выбору врача у пациентов с БРСЕ-позитивным раком молочной железы. Здесь данный препарат назначался у пациентов, которые получали до двух предшествующих линий химиотерапии по поводу рака молочной железы. Предшествующее лечение должно было включать антрациклины и токсаны. Ну и вот, надеюсь, что в следующем году мы уже будем, когда препарат будет зарегистрирован и появится государство в реестре лекарственных средств, мы будем говорить об этом более подробно. И теперь мы подошли уже вплотную к астроген-позитивному раку молочной железы, эволюция которого насчитывает более 120 лет, как с того момента, как хирург Битсон выполнил первую аваректомию и увидел совершенно потрясающий контроль над опухолью. Но мы четко сейчас понимаем, что в Эдюванте у молодых женщинам авариальной супрессии показано только лекарство, как это обратимая опция на 5 лет, и далее пациенты могут и должны, если на то будет возможность, в том числе и родить ребенка. Фертильность сохраняется. Поэтому хирургическая аваректомия, она сейчас, конечно, отходит на метастатический рак молочной железы, и то надо согласовывать и рассматривать эту ситуацию с пациентой, обговаривать. Распространенный рак молочной железы гормонопозитивный, в конечном итоге, конечно же, прогрессирует. Но каковы оптимальные схемы диагностики и лечения пациентов с признаками прогрессирования? Опять-таки, если к нам даже пациентка 5 лет назад, 10 лет назад получала лечение по поводу эстрогенопозитивного рака молочной железы, и есть метастазы в печеночной ткани, в легочной ткани, обязательно биопсия под УЗИ-навигацией, под КТ-навигацией, так как мы можем получить не только изменения по типу биологического рака молочной железы, но если это касается метастазы печени, это может быть и метастазы колоректального рака, и многое другое. Поэтому обязательно должна быть верификация. И сам по себе рак молочной железы, если мы говорим о гормонопозитивном раке молочной железы, его клиника варьирует от индолентного течения до крайне агрессивного. И в ряде случаев такое агрессивное течение объясняется и мутациями, в том числе мутация пиитрики, которая была в 40% обнаружена у пациентов рака молочной железы, и влияет, и отвечает за резистентность к проводимому лечению в том числе. Какой же сейчас алгоритм влечения гормонопозитивного рака молочной железы? Да он, с одной стороны, и просто в то же время сложен. По той самой причине, что пациенты гормонопозитивным раком молочной железы без висцеральных метастазов, длительным периодом безрецидивным, с наличием метастазов в костной ткани, в мягких тканях, подлежат только гормонотерапии в монорежиме. Пациенты же с висцеральными метастазами, и вот те исследования, которые были представлены на ЭСМО в этом году, показали, что революция в лечении гормонопозитивного рака молочной железы произошла, и пациенты с гормонопозитивным раком молочной железы с висцеральными метастазами, с резистентностью к проводимой ранее лечению, не подлежат назначению гормонотерапии в комбинации с ингибиторами циклин-зависимых киназов, которая в 2001 году также была вручена Нобелевская премия, как она была вручена в прошлом году за открытие в области изучения онкоиммунологических препаратов, коими являются ингибиторы точек иммунного контроля. И сейчас мы четко понимаем, что у нас есть группа препаратов ингибиторов циклин-зависимых киназ, это и палбоциклип, и рибоциклип, и амебоциклип. И если мы говорим о палбоциклипе, доказательная база основывается на исследовании палома, это первая линия комбинации литрозола в комбинации и палбоциклипа, при прогрессировании палома 3 фулвистран комбинации с палбоциклипом, рибоциклип. У нас есть, соответственно, 3 исследования Монолиза-2, Монолиза-3 и Монолиза-7, где 2 из них проводили в комбинации рибоциклипа с фулвистрантом и 1 с литрозолом. И при прогрессировании во второй линии назначение фулвистранта в комбинации с рибоциклипом. И в августе у нас зарегистрирован еще третий, бог троицу любит, препарат амебоциклип, в комбинации с нестероидными ингибиторами роматаза, это в первой линии Монарх-3 и в исследовании Монарх-2 при прогрессировании в комбинации с фулвистрантом. И в последующих линиях также исследование Монарх-1. И вот слайд, который я позаимствовала с ЭСМО, четко при его комментариях прозвучало, что у нас сейчас есть инструменты, которые позволяют при метастатическом гормонопозитивном раке молочной железы, добавляя гормонотерапии ингибиторы циклинозависимых киназ, увеличивают выживаемость без прогрессирования. И как же спрашивается, вот у нас три препарата, которые в ряде случаев, мы можем говорить о разнице в цифрах, но тем не менее они сопоставимы по своей эффективности, так как у этих препаратов в ряде случаев свой профиль токсичности. И что мы имеем в настоящий момент? Об этом опять-таки Вероника Викторовна нам более подробно расскажет. Тем не менее, для препаратов, например, ибоциклиба, более характерна и гепатотоксичность, и описывается кардиотоксичность, хотя у нас проходили пациенты, и мы мониторировали каждые две недели ЭКГ таких значимых отклонений в электрокардиограмме мы не видели. Это исследование, соответственно, Монарх, где амебоциклиб назначается в комбинации с гормонотерапией. Здесь наиболее клинически значимым является диарея, но она хорошо контролируемая, и при ее выявлении в свое время назначение препарата стандартных для лечения диареи хорошо купируется. Но самое важное, если мы говорим о Монархе, это препарат в комбинации с гормонотерапией, который преодолевает резистентность и, самое главное, назначается в крайне неблагоприятной подгруппе пациента с висцеральными метастазами. Ну и, соответственно, препарат это палбоциклиб в комбинации с гормонотерапией. Это вообще первый препарат, который появился в нашей клинической практике в комбинации с гормонотерапией. Здесь наиболее часто сосложнение, с которым мы сталкиваемся, это нитропиния. И вот исследование, которое было представлено о влиянии амебоциклиба в комбинации с фулвестрантом на общую выживаемость при раке молочной железы и при прогрессировании заболеваний на фоне проводимой ранее эндокринотерапии, пациенты, соответственно, получали как минимум один режим эндокринотерапии по поводу эстрогенпозитивного рака молочной железы. И они либо получали амебоциклиб 150 мг два раза в сутки в комбинации с фулвестрантом в стандартных дозировках, либо просто фулвестрант. И то, что получили, мы не только увидели достижение разницы выживаемости без прогрессирования, но мы увидели достижение общей выживаемости. Добавление амебоциклиба в фулвестрант увеличило общую выживаемость на 9,4 месяца. И самое важное, что терапия по окончанию лечения, назначение к химиотерапии чаще приходили пациенты, которые не получали в первой линии комбинацию амебоциклиба с гормонотерапией. И общая выживаемость по факторам стратификации. Препарат был эффективен в группе неблагоприятного прогноза и при метастазах внутренние органы, прежде всего в печень, и также при первичной устойчивости резистентности к проводимой гормонотерапии. Если посмотреть, это даже удивительно, но именно в группе пациентов с висцеральными внутренними метастазами мы видим статистически значимую достоверную разницу выживаемости 40 месяцев по сравнению с 32 месяцами. И то, что касается первичной... У меня еще 10 минут, Владимир Федорович, у меня есть еще время на обсуждение. Я немного его захвачу, потом дальше обсуждение еще 10 минут, поэтому я чуть-чуть с вашего разрешения захвачу. И если говорить о первичной устойчивости и вторичной устойчивости, опять-таки это первый препарат, который показал и здесь эффективность увеличения общей выживаемости на 10 месяцев в группе... на 9 месяцев в группе первичной устойчивости к гормонотерапии и на 8 месяцев при вторичной приобретенной резистентности. И вот провели экспериментальный анализ, время до проведения химиотерапии было значимо больше в группе с амебоциклибо в комбинации с фулвестрантом. Но основной клинически значимый эффект это, соответственно, диарея вместе с влиянием на лейкоцитарный росток. Тем не менее, мы сегодня точно получили еще третий препарат, который в данном случае показал наиболее выдающиеся результаты, хотя мы сталкиваемся с таким побочным эффектом, как диарея, который клинически значим. Но и самое важное, одно из исследований мне показалось интересным, что амебоциклиб эффективен у пациентов в тот числе с метастазами в головном мозге. Здесь препарат изучался у 58 пациентов, и у 38% больных отмечалось снижение общего количества экстракраниальных, интракраниальных очагов. И возникает вопрос, а можно ли чередовать ингибиторы циклинозависимых киноз? Можно ли к ним возвращаться? После того, как были эффективны, мы проводим химиотерапию. Можем ли мы опять начинать комбинацию ингибиторов циклинозависимых киноз вместе с гормонотерапией? Сейчас проводятся подобные исследования, возможно, мы получим ответ на данный вопрос. И еще буквально несколько слов. Хотелось бы сказать, что мы действительно вступили в эру прецизионной терапии, потому что в этом году, в июне месяце, Алпелисип был зарегистрирован, даже в июне месяце стал первым препаратом ПИА-3К, одобренный FDA к применению рака молочной железы. Одновременно с ним был одобрен и тест на полимеразную цепную реакцию Зероскрин ПИА-3К в качестве сопутствующего диагностического теста на мутацию ПИА-3К как по биоптатам ткани или же биологической жидкости. И сегодня именно результаты исследований Соляр и других продолжающихся исследований ПИА-3К показывают, что препараты с такой генной индуцированной активностью улучшают клинический исход. И здесь наличие ПИА-3К наблюдается у 40% больных рака молочной железы и доказано, что эта мутация является и к тому же неблагоприятным прогностическим маркером. Большое количество исследований было проведено. И сейчас исследование Соляр, которое продемонстрировало, что у пациентов, которые с ПИА-3К и мутацией, которые выявляются как в образце ткани, так и в крови, разница выживаемости без прогрессирования составляла 11 месяцев в группе комбинации с алпелисибом и 5,7 месяца без комбинации с алпелисибом. И у пациентов, у которых выявлялась ПИА-3К и мутация в крови, выживаемость без прогрессирования составила 9,9 месяцев и 3,7 месяца в группе без алпелисиба. И эффективность алпелисиба отмечена и в том числе после назначения в первой линии ингибиторов циклинозависимых киназ с гормонотерапией. И сегодня основные осложнения, о которых мы должны помнить, с которыми мы столкнёмся, когда будем назначать алпелисиб в комбинации с гормонотерапией, это гиперкликемия, сыпь и диарея. И хотелось бы сказать ещё буквально 2 минуты, что Николай Николаевич Петров всегда заботился не только о хирургической составляющей, об эффекте достигаемого лечения, но он отмечал, что хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивая человеческий организм, глубоко в него проникая. Хирургия достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке. И как это ни странно, но больные очень часто нам задают вопросы, как же ухаживать за кожей. И сейчас месяц борьбы с онкологическим заболеванием, в данном случае рака молочной железы. Хотелось бы отметить, что все возможные сейчас аптечные виды косметики допустимы для назначения наших пациентов. И вот даже та же самая термальная вода с восстановлением микробиоты кожи. Здесь вот аквадоламия такая интересная бактерия. И вот та линейка препаратов, которые могут быть спокойно использоваться нашими пациентами, как увлажняющие компоненты. Это очищающее молочко, увлажняющая эмульция, увлажняющий крем, увлажняющая маска. Но это потому, что пациенты наши должны жить долго и должны жить качественно. У нас новые горизонты. Это иммунная терапия и парп, ингибиторы. И тестирование на ПДЛ-экспрессе, герминальную мутацию берсей, мутацию пиетрики должны войти в рутинную клиническую практику. Так и значимо расширяют горизонты лечения и улучшают перспективы наших пациентов. И участие в клинических исследованиях предпочтительно для больных раком молочной железы. И, конечно же, мы всех приглашаем на наш форум, который состоится 25-28 июня. В следующем году, в период белых ночей. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...